Все эти месяцы, все ждали, что может быть какой-то протестный потенциал в России. Мы уже с вами точно знаем, его нет и не существует. Майдан, как таковое, мы с вами говорили, он невозможен на территории России. Но что сейчас происходит? Значит, немногочисленные, но жены мобилизованных в различных российских городах пытаются организовать митинги и другие акции. Они не выступают против войны, они не выступают против Путина, они просто хотят, чтобы их военные преступники, эти мобики, чмобики, российские военные вернулись домой. На сегодняшний день российская власть предпринимает несколько шагов. Кого-то подкупают, кого-то запугивают, кому-то ищут подход. И не то чтобы я считаю, что эти женщины могут смести сегодняшнюю власть, но из того, что я слушала, там, пастухов об этом с Ходорковским тоже рассуждали, это не похоже на черного лебедя, но это похоже на то, что чем дольше идет война, тем больше семей становятся несчастными. Мы, мне кажется, в свое время жены или семьи российские недооценили. То есть они не сострадали изначально, они не перепугались, как должны были войны, не испугались войны и мобилизации, но сейчас они чувствуют последствия. Они хотят их назад, им сказали, что не будет никакой ротации. Демобилизация – это не то, что исповедует Путин и вся его власть. Так, может быть, женщины со временем или семьи, я не говорю сейчас, я допускаю, что это может понадобиться еще полгода, но они будут становиться все более остервеневшими, и они будут представлять какую-то опасность. Я все-таки, мой прогноз, что нет. Вот они не станут той движущей силой, ну или решающей силой, которая может привести к искомому результату. Почему? Давайте рассмотрим, какие были силы за все это время. В какой-то момент была надежда, Киев, кстати, ее, ну не очень серьезно, но все-таки надеялся на пацифистское движение сразу после начала войны, действительно, спорадически, с полохами выходили молодые люди, это в основном сторонники, там, то Алексея Навального, то какой-то либеральной среды. В городах они высыпали, ну, десятки тысяч людей, но их быстро, значит, приглушили, всех этих хипстеров, и на этом ничего не кончилось. При том, что они очень искренние были. То есть, в отличие от этих теток, которые, значит, себе-себе-себе, да, там, свое выкружить и ладно, они все-таки искренне выходили против войны. То есть, вот их как-то принято шпынять, щелкать, а на самом деле там молодые люди действительно совершенно искренне пытались, ну, продемонстрировать свою гражданскую позицию. Ну, просто они как, ну, очкарики, студенты, понимаете, бить одно сплошное удовольствие. Это все не с ВСУ связаться, как я много раз указывал, вот те, которые их избивали во Владимире, поехали через некоторую неделю, ОМОН Владимирский поехал в Харьков. Тоже со щитами, с дубинками, с шашлемами, тоже избивать. Догадайте, чем кончилась эта поездка после студентов. Трупы были, значит, на деревьях, конечности, и они плакали по сей день. Там продолжается при Пиралово во Владимире, значит, компенсации, дай, не дам, вот это, за то, что они там погибли. Это тебе не студентов гонять, понимаете, их просто взяли и всех убили до единого. Просто прямо на дороге. Прекрасный сюжет. Это просто, поскольку эти события были где-то рядом, то он очень показательный, как надо было студентам действовать. Так же, как ВСУ. Лучшая форма оппозиции – это ВСУ, как раз для русской оппозиции. Вторая неудачная форма была, как бы, но, скажем так, протесты уже не столько хипстеров против мобилизации. Вот тоже какая-то надежда была. Ну, как, объявили частично мобилизацию в сентябре 2022 года. И понятно, что на фоне Харьковской операции, понятно, что не справлялись. Нужно живым мясом было заткнуть дырки во фронте, понимаете. Загустить эту линию фронта, особенно на Востоке, ну и в других местах. Там в Дагестане, где-то там в Бурятии, где-то что-то тоже начали выскакивать, где-то резче, где-то нет. Но тоже ничем не кончилось. Я подведу, почему это все так происходило. Сейчас вот какая-то очередная волна, связанная с войной, вот этих вот попыток какого-то, причем совсем единичных. Но если студенты массово выходили, ну, относительно массово, это десятки тысяч людей, митинги против частичной мобилизации тоже в сентябре 2022 года были, относительно массово, это тоже десятки тысяч людей, то тут вышли, вы меня простите, но вышли там даже не сотни, какие-то десятки тетек, уже у меня три языка в голове, еще и украинские четыре. Я сейчас все у меня перемешиваюсь. Они встали с этими плакатами, верните мужей и так далее, и это вообще ничем не кончилось. Потому что, несмотря на то, что тут публикации идут, что Кремль там боится, значит, Кириенко провел совещание, что в период вот этой накануне кампании предвыборной, там выборов так называемых в России, что это будет самым грозным, как бы таким опасностью для Кремля, поскольку эта тема педалируемая. Да, сами эти тетки, их надо пресекать и все такое, но не надо дать разрастись. А я говорю, а к чему разрастись? Как разрастись? Простите, это сучки позволили себе эшу захотели мужа вернуть. Да, 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 сучки-сучки. Именно так они в этих выражениях прямо разговаривают. Я вас отведу, напомню, когда Путин в 2000 году назвал, значит, Даренко покойному, значит, этих жен матерей-подводников, что, значит, проститутками, как он их там назвал, значит, они там на меня, чего-то такое. Вот. Именно там такое отношение, самое, что я имею в виду, пренебрежительное, уничижительное и так далее. Единственной, реальной была угроза для Путина, вы удивитесь, один единственный массовый забег. Это было доступно со стороны Пригожина. Вот он реальным был, понимаете? Отсюда вывод. Первое. Должны все-таки быть какие-то политические объединяющие требования. Без них вы никогда, сука, не соберетесь, не сагрегируетесь. Потому что, если вы локально хотите, значит, мужей вернуть, кто-то прекратить мобилизацию, но мы за войну, ну, хипстеры там немножко другое, они, в принципе, против войны, какое-то политическое содержание есть, но нет организации, нет руководства и нет готовности разнести все к чертовой матери ради мира, понимаете? Как это в советские годы говорилось, что движение за мир разнесет все камень на камень и оставит. Вот так надо воевать с российской властью за мир. Вот. То у Пригожина это получалось ровно потому, что инструмент был выбран правильно. Для этого было оружие выбрано для того, чтобы добиться своих политических целей. В противном случае я не верю ни в какую агрегацию протеста, сбор, руководство этим протестом под поле. Я понимаю, почему в России еще есть какая-то надежда. Они помнят о 17-м годе, где действительно жены вот этих всех дезертиров, распропагандированных, и Питерского гарнизона, и тех, которые еще на фронте были, и в Гатчине, которые стояли, они вышли, и с них все началось. Не они снесли власть власть 300-летнего династии Романовых, а это послужило толчком, предлогом для того, чтобы состоялся военно-дворцовый переворот. Потому что части распропагандированные и так далее, скажут, что-то мы воюем, мы подыхаем, нахера нам это все сдалось, где-то туда-куда-то идти, там и так далее. На реку Стохот, там вот эти сражения, да? Давайте мы вот все по домам раздавим, там уже землю скоро делить. А разговоры такие шли. Вот не перекидывается мостик, 100 лет прошло, а вот не перекидывается сюда мостик, вот в чем все дело. Там это было массовое движение, этих теток, тогда в 17-м, были тысячи, 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 да еще и штурмующий Зимний дворец. Вы представляете, какая разница? А здесь вышли пять с плакатиками, прям про них. Ой, вы знаете, такое масштабное явление. Ну, какое масштабное? Единственное, кого испугались и от кого улетели, это Пригожин. Вот от него, да, побежали. И все разбегались с этой трассы Воронежской, понимаете? Как она там? ММ-1, что ли? Не помню, я по ним сто раз ездил. Вот. А все остальное не работает. Я не вижу, как это работает. Я уверен, что они справятся с этим протестом матерей, жен, родственников, мобилизованных, которых не возвращают домой. А для того, чтобы политизировать этот процесс, для того, чтобы привлечь к нему других, тех, которые эмпатией не страдают по отношению к этим женам. Ведь к ним же, к этим 320-тысячным объявленной цифре родственникам, мобилизованных, ведь не присоединяются люди, у которых никого не мобилизовали. А важно, через политическое требование, чтобы эти люди почувствовали, что здесь не только проблемы мобилизованных лежат, а в целом войны, России, власти. Этого ничего нет. Может ли это быть резонно, кто-то задаст вопрос? Возможно, что и нет. Возможно, большинство абсолютно эту войну-то и поддерживает. Хотя, с другой стороны, 10-14 процентов, о которых говорят раз за разом. Но они же тоже существуют. Но им-то какой, как здесь прицепиться? Тетки-то эти выходят за то, чтобы вернули их близких, но война пусть продолжается, пусть другие просто поедут. Но кого это может, так сказать, хоть как-то мотивировать, поддержать их? Поэтому, на самом деле, я не вижу никакой перспективы в женском протесте, если так его назвать, за мужей, за родственников и так далее. Я вижу, что у этого есть некая конечная прекращающаяся точка. Она заключается в действиях оперативников, власти, дадут больше денег, действительно, кого-то вернут единицами. Скажешь, ну, твоего вернули, ладно, успокойся, больше не уходи. Кого-то посадят, может быть, почему для Астраски, почему не посадят. Но, в принципе, власть комфортно себя чувствует при таких протестах. Она себя плохо чувствует, когда пригожные идут на Кремль. Вот тут они прям совсем дурно становятся. Ну, давайте оставим, наверное, такой люфт возможности посмотреть на эту ситуацию по-другому с марта-апреля месяца. Мне горько это констатировать, но мы же там с вами не находимся в компании розовых полей, мы просто понимаем, что мобилизация будет и все. Нравится нам с вами или нет, хотим мы об этом говорить или нет, мы просто посмотрим, какая будет другая реакция, будет ли она вообще. В целом, это некий эксперимент. Я уверена, что потом, да, большое же видится на расстоянии и Россию будут сегодняшнюю изучать, как можно было 120-миллионную страну просто через колено нагнуть, сломать, сломить и делать с ней все, что угодно. Мы с вами время от времени просто анализируем новые законы, которые выходят при правилах. В прошлый раз это было у нас с вами главные мировые террористы ЛГБТ, еще другие права и свободы ограничиваются. Сейчас мы понимаем, что на очереди право делать или не делать аборты. Об этом очень много говорят российские чиновники. С одной стороны, я понимаю, что это демография. Не зря тоже как бы воруются украинские дети и тому подобное. То есть большая будет дыра в российском обществе, как в Украине, что-то говорить. Сейчас чиновники и представители церкви очень активно говорят о том, что нужно обязательно прямо заставлять россиянок рожать. Фактически мы предполагаем уже рожать новых солдат. Нет закона, который запрещает аборты, но в различных российских регионах уже в клиниках вводят ограничения, вводят штрафы и так далее. Где начинаются и заканчиваются права и свобода человека? Можно ли даже в современной России действительно ограничить право женщины принимать такое непростое решение? Ну, во-первых, о политических и вытекающих из них прав мы уже давно не говорим. Их давным-давно практически при Путине никогда и не было. Их начали сокращать в нулевых годах. И там, я считаю, до конца нулевых уже ничего не было вообще. Мы политических права даже не обсуждаем. Право на аборты это отчасти право там гендерное, это право на жизнь, это право на, так сказать, распоряжение собственным телом в конце концов и так далее, которые действительно раз за разом штурмуются со стороны власти. Причем там комбинации из пропагандистских целей и одновременно, как вы правильно сказали, депопуляция влияет на новых солдат. Понимаете, и они же сами хотят их убивать, а не так, чтобы женщина сама, как они говорят, убивала путем прерывания беременности. Для них важно получить этот биоматериал и использовать его по понятному какому назначению. Они же именно так относятся, как к собственности к этому биоматериалу, и женщина, которая некое препятствие на этом пути должна быть устранена в ее правах. Про поводу абортов с точки зрения правовой, с точки зрения медицинской, уже давным-давно сказано. Да, аборты запрещенные, они либо делаются, что называется, понятно, в каких условиях, какими клиниками подпольными и так далее, что наносит урон ничуть не меньше здоровью нации, но массово, не массово, тут уже можно рассуждать специалистам узким, но совершенно очевидно, что сказать, что в стране не будет вообще абортов, если их запретить, это чушь. Их будут проводить просто в жутких условиях, женщины будут умирать, на более поздних стадиях будут прерывать беременность, ну, когда действительно ее уже прерывать нельзя просто по всем показателям, да, каким-то специальным. А сейчас это пока переход от пропагандистской риторики к практическим действиям. Что такое пропагандистская риторика? Ну, они, например, заявляют, что надо лишить даже права, тут видно, какие-то церковники, ну, такие в погонах выступали, там на телевидении пропагандист говорит, надо лишить даже право проводить аборты тем, кто были изнасилованы женщины. Да, ну, то есть, я думаю, там более широко понимаем вещи разные, там, больные дети, не больные, ну, то есть, они готовы просто решить этого права женщинам как такового. Для них это естественно, они будут лишать, хоть по поводу абортов, хоть по поводу чего этих прав, они, как я уже сказал, считают собственностью, население собственное, это их собственность, они так к нему и относятся, я уже приводил цитату неких людей, которые мне из Москвы сказали, что они относятся даже к тем, кто покинули Россию, или лакану, как их собственностью. Вы наша собственность, мы к вам можем рассказывать как вещью. Ну, как вот там, Себастьян Перейра торгует черным деревом, понимаете, так и русским деревом они торгуют в любом виде и в любом смысле. И, кстати, заметьте, вот тут бы логично женщинам-то выйти с протестами, это же про них. Ну, да, мое дело, мое дело. Ну, в частности, а там есть еще много чего примыкающего к этому уже, да, а мы этого не видим вообще. Если еще за родственников, которые там получают зарплату, их не ротирует, они еще готовы единицами выйти, то тут даже ни одна не кипичнет. Мы что-то не видим особенно. Ну, понятно, так сказать, это предмет забот не только феминистских организаций, но и вообще, так сказать, людей, которые, в принципе, любой может коснуться и женщин, да и мужчин, должны это поддерживать, потому что лишение этих прав, оно тоже вызывает такую какую-то неопределенность в том смысле, что там же с неизбежностью, знаете, как пойдет, запретят аборты, рожают, а мужичок, вот мы тут анализ провели, твое, ну будешь горбать сусучок, пока мы его до армии не доведем, а там уж мы сами, сами без тебя обойдемся. Там много чего вытекает из-за вот этого всего. Понятно, что все это делается к выборам пока, понятно, они хотят показать домострой, мы вот не такая, как Гейропа и так далее, это понятно, что в этом пропагандистский элемент есть, конечно же, но вы знаете, это такая страна, в которой от, значит, лозунга до его практической реализации шаг бывает очень короткий, очень короткий, если кто-то думает, что поговорят и схлынет, может и так, а может и нет, потому что, да, ты попробуй где-нибудь в Европе заведи какие-нибудь такие разговоры, могут стрельнуть, понимаете, могут и посадить, могут и вообще отлучить от политики навсегда, а в России это все является ну неким нарративом сверху, который вот вас скажет и будет так, а кто будет, что, куда, они сами в одностороннем порядке решают, что им и как, поэтому, если уж такие вопросы не вызывают со стороны там женской части, кстати, знаете, особенность, женщины не голосуют за женщинами, любую статистику, это не только в России, признаемся честно, женщины за женщин не голосуют, ну в России выборов нет, голосуй, не голосуй, то есть получается, если перекидывать от этого мостик, то женщины за свои права-то не голосуют, за свои права не готовы выходить, а что они знают этих чужих? Мы что еще живем, я имею ввиду, по крайней мере, такие постсоветские страны, в сексистском, патриархальном обществе, что может эта телка сделать слабое, эмоциональное, вот мужик должен управлять, а потом мужик тебе и выдвигает новые правила твоей жизни. Смотрите, и это тоже, безусловно, и это тоже, но обществу даже не обязательно там копировать какие-то образцы там, не знаю, для кого-то лучше, для кого-то худшее, как они на Западе есть, там, с, ну, феминным началом, мы сейчас даже не об этом, эти права, они даже не про феминизм, эти права, они про права человека, про его изначальные, естественные права от рождения, потому что, в противном случае, все превращается в такой концлагерь, да, потому что рожаемые эти дети, не факт, что они будут выживать так уж все, и не будут умирать, и что медицина на достаточном уровне в России, между прочим, они тут про эти бэби-боксы, там, сказать, чуть, там, головы расшибали, понимаете, про все остальное тоже, поэтому, не факт, не факт, вот, что это сильно приведет к здоровью нации, детей больных будет, и то, и все, при запрещенных абортах, но, то, что пострадают права вот этих людей, и женщин, и мужчин тоже, потому что они имеют к этому отношение, мягко говоря, это тоже факт, и никто не хочет за эти права бороться, все это допускают, понимаете, поэтому, ну, сексизм, да, он такое, абскурантистского свойства, это же даже не сексизм, знаете, вот, сексизм на Западе и сексизм здесь, там у них захарасман сажают, а здесь, сексизм это совсем другое, это, знаете, там, в шесть придешь, иначе зарплату не выплатим, это сексизм, сексизм урозим сильно, на Западе и в России, в России люди, это подневольные рабы, ничего не имеющие, никаких прав, а на Западе тоже есть сексизм, но он другой, понимаете, поэтому, тут, вообще, ситуация для русского человека, как такового, она безвыходная, или он будет защищать свое право, но ведь, если он начнет защищать такие права, так ему и с войной надо что-то делать, и права политические защищать, на эту дорожку только вступи, вот что.